Современные технологии в производстве электронных и электротехнических изделий. С возможностями предприятия ЭЛАРа сегодня ознакомился в Рио главы Чуваши Олег Николаев. На ЭЛАРе сейчас трудятся почти 4000 жителей Чуваши. Предприятие значимое звено не только в экономике региона, но и страны. Здесь производят военную и гражданскую продукцию с ориентиром на импортозамещение. Одна из них для железнодорожной отрасли. Микропроцессорные системы интервального регулирования, обеспечивающие безопасность движения поездов. Наша система позволяет повысить пропускную способность сети железнодорожной. Причем с наименьшими затратами. Есть два варианта. Можно построить новый железнодорожный путь, что стоит колоссальных денег. А можно автоматизировать, заменить электронику на новую современную систему. Это не будем говорить, что лучшее, но одна из лучших систем в мире. Разработана ведущим отраслевым институтом, институтом НИАС. То есть наш совместный проект. Как и на любом работающем предприятии, здесь всегда думают о перспективах. Программа минимума – это стабильность, что сейчас считаю очень неплохо. Но и развитие наших новых тем. Это система управления для железнодорожного транспорта, система управления для теплоэнергетики. Мы ожидаем роста заказов в перспективе 3-4 года. Часть производства засекречена. Для военной и гражданской авиации на Эларе создана мощнейшая производственная база. Ручки на борту две у каждого летчика. Справа и слева. И самая сложная задача – их синхронизировать. То есть чисто за счет электроники синхронизируется движение. Ты отклоняешь слева ручку, справа эти движения дублируются. Производственные мощности завода готовы принять новых инвесторов с их интересными идеями. Часть проектов будет внедрена совместно с правительством региона. Здесь у нас очень много совместных задач. Есть планы развития. Это уже прописаны проекты более чем на 670 миллионов рублей. А это опять же новые технологии, новые рабочие места. Правительство Чувашии намерено выстроить совместный план действий с каждым крупным предприятием региона, влияющим как на экономику республики, так и на социальную сферу. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.